Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в студии Клаго Мауэр Ти Фау Стеноплача. Сегодня речь пойдет о том, разрешается ли думать депутатам при принятии решений. Белла Ковач, независимый венгерский депутат Европарламента, на встрече в МГУ в 2013 году свидетельствовал, что примерно 740 из 756 связанных фракций депутатов Европарламента, которые голосуют почти автоматически, в действительности являются ничем иным, как механическим аппаратом или машиной. Я вам честно скажу, говорит Белла Ковач, что критерием качества евродепутата не является умение думать, знать что-то и представлять чьи-то определенные интересы. Я имею в виду интересы своих избирателей. Быть евродепутатом – это очень выгодно. Это очень, скажем так, легкая работа. Потому что на самом деле, что требуется от евродепутатов, тем более от тех, которые находятся во фракциях? А их, если точно говорить, 726. От них требуется только одно. На пленарном заседании в Страсбурге голосовать так, как они получают так называемый список голосования, следить по списку и нажимать кнопки. «Видите, как легко? Думать не надо. Надо только голосовать так, как прикажут. А если не так, голосуешь. Потому что после того, как проходит голосование, секретариат проверяет, как голосовали все депутаты – по списку или не по списку. Не по списку – штраф. А евродепутаты любят деньги», – говорит господин Ковач. «Если так происходит голосование в Европарламенте в Страсбурге, то какие законы, принятые таким демократическим путем, стоят на страже интересов граждан?» Стоит задуматься, не таким ли образом происходит голосование и в других странах мира, в том числе и в России. Задавайте себе вопросы, ищите на них ответы, а узнав их, не молчите, а передавайте дальше. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok